Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Началась неделя с большого разговора у президента. 8 часов общения, даже больше. Потом многочисленные комментарии, аналитика. Какое впечатление у вас осталось от большого разговора? Какие самые, на ваш взгляд, главные идеи, которые вы бы хотели еще раз подчеркнуть? Во-первых, большой разговор 2021 произошел после практически двухлетнего перерыва. Потому что в прошлом году, я помню, когда готовились к большому разговору, началась эпидемия коронавируса, и его не произошло. Предыдущий большой разговор был в 2019 году. Это был то ли конец февраля, то ли начало марта 2019 года. То есть, вы сами понимаете, что это больше, чем два года. Понятно, что за этот момент накопилось огромное количество вопросов. Беларусь пережила непростой 2020 год. Более того, мир находится в сложном состоянии. И видим, что пандемия коронавируса привела к коронакризису. И в итоге к обострению международных отношений. Понятно, что большинство вопросов, которые поднимались, они были связаны с белорусской ситуацией. И прежде всего, расстановкой точек над «и» в белорусско-российских отношениях, тех дорожных картах интеграции, белорусско-украинских отношениях, отношениях с коллективным Западом, конституционной реформе. Более того, мы видим, что по итогу недели на большом разговоре, в принципе, было по некоторым пунктам принято решение. Например, вопрос о сохранении в Конституции пункта стремления к нейтралитету. И по факту, после того, как президент также согласился с некоторыми выступающими, что это надо пересмотреть, он, в принципе, был пересмотрен уже на заседании Конституционной комиссии посреди недели. То есть, рассматривалось огромнейшее количество вопросов. Рассматривался и прошлый год, как президент это воспринимает, эти события, много инсайдерской информации, которая раньше до этого не звучала, прозвучала. И в белорусско-российских, белорусско-украинских отношениях и в результате прошлогодних событий. То есть, огромнейший пласт. 8 часов 15 минут концентрированного разговора, причем в очень свободной форме. Я бы даже сказал, чересчур свободной. Почему? Потому что доходило до того, что многие журналисты и блогеры пытались вместо президента нажать на кнопку и отвечать за него. Такие факты были. Украинский журналист телеканала «Наш» Макс Нарзаров прямо сказал, что такой демократии ему не позволяют на встречах с Зеленским, где даже ему не дадут слова, хотя названный мой украинский телеканал один из ведущих, один из самых популярных общественно-политических каналов Украины, что демонстрирует очень свободную форму. Ну, и меня лично удивили наши западные журналисты. Почему? Потому что у меня сложилось впечатление, что один и тот же вопрос журналисты приготовили, думали, что им не дадут там слова, разделились, сказали, вот кто-то из них должен этот вопрос сказать, но, как оказалось, всем им дали слово, и они одну и ту же, один и тот же вопрос повторяли. Более того, коллеги, которые сидели, потом эксперты, мы потом поговорили, журналисты сказали, что в одном и том же вопросе три фейка прозвучало, и президент эти фейки разбил. Я думаю, что наши слушатели в курсе, потому что велась прямая трансляция. Хотелось бы спросить ваше мнение, мы услышали оценку событий, того, что сейчас происходит, а какова перспектива? Как будет страна дальше развиваться? Какие решения могут приниматься? Президент, исходя из его риторики, на мой взгляд, понимает всю сложность ситуации. Давайте не будем приукрашать что-то. Почему? Потому что сейчас Российская Федерация находится в периоде избирательной кампании, в Государственную Думу. Мы видим сложности все. Более того, дальше там будет 24-й год. Республика Беларусь в периоде, сейчас находится в периоде конституционной реформы. Имеется глобальный вот этот кризис, обострение борьбы. И у президента нету иллюзии, что от нас отстанут. Пока мы не перезагрузим всю систему в рамках конституционной реформы, от нас не отстанут. Нас будут рассматривать как цель. И главная сейчас перспектива, вот на этот период, условно до 25-го года, а. Минимизировать действия санкций, б. Обеспечить безопасность, территориальную целостность и суверенитет страны, и в. Максимально модернизировать, исходя из имеющихся ресурсов, нашу экономику. Все. Система должна сохранить свою устойчивость и научиться функционировать в новых сложившихся сложнейших условиях. Вы сказали, пока от нас не отстанут. Могли бы сказать, кто не отстает? Не отстают прежде всего те, кто на сегодняшний день очень жестко проводит политику по попыткам переориентировать. Говорим, коллективный Запад, да, и его сателлиты. Где участвуют? Вот. Второй момент. Второй момент. Давайте прямо говорить, и про это президент тоже говорил, что в сложившейся ситуации имеется желание некоторых, в том числе российских олигархов. Вот вопрос Крыма, да, когда Беларусь признает Крым, да, президент прямо сказал, когда последний российский олигарх признает Крым, тогда и мы признаем. Когда государственные российские корпорации, типа Сбербанка, Почты России не признают Крым, де-факто не работают там, я уже не говорю про более такие частные корпорации, то возникает вопрос, почему кто-то так эту тему муссирует. Видно, что эта тема используется чисто в переговорных позициях для накачивания своей позиции какими-либо отраслями или корпорациями в России, компаниями. Не более, не менее. Почему? Потому что я разговаривал до этого с многими там крымскими экспертами, нету такой потребности, да. То есть это огромный конгломерат интересов. От того, кто борется с Китаем и видит Беларусь как страну, поддерживающую пояс и путь, борется с Россией, видит нас как страну, находящуюся в рамках союзного государства, так и вообще борется за то, чтобы усилить свои интересы и влияние, ликвидировать конкурентов в виде белорусской промышленности. Вы знаете, что Соединенные Штаты, Канада, Великобритания приняли новые санкции против Беларуси. Какие-то из них уже вступают практически немедленно, какие-то немножко отложены, есть время, пока их введут в действие. Каковы эти санкции? Против чего они? Я не говорю, что какова их цель, да. А в первую очередь рассчитаны они на какие сектора экономики, на какие предприятия, может быть, против конкретных людей не введены. И к чему это приведет? Смотрите, я бы сразу разделил бы эти страны, которые ввели санкции. Почему? Потому что вот Великобритания. У нас достаточно большой товарооборот, но давайте говорить откровенно и честно, что это товарооборот с фактически дочками российских компаний в большинстве своем, которые используют британский офшор в виде Виргинских островов. Сможет ли здесь эти российские компании переориентироваться на другие офшоры? Смогут. Более сложное дело с Соединенными Штатами Америки. Почему? Потому что США имеют такую вещь, как финансовый инструмент. МВФ, Всемирный банк, плюс их логика введения санкций немного иная. И она связана в введении санкций не только против конкретных государственных компаний, а и против тех, кто сотрудничает с этими компаниями. Их вся разведывательная деятельность на сегодняшний день сосредоточена именно на недопущении сотрудничества с подсанкционными компаниями. Что ударить может по нашим потребителям, тем, кто покупает калийные соли, мазы, белазы, другую нашу технику. И здесь, я бы сказал, возможности маневра очень сильно сужаются. Понятно, что Китай, он имеет инструментарий для обхода этой модели. И мы это видим по его сотрудничеству с Ираном, с другими странами на этот счет. Но, опять же, китайские фирмы есть разные. Есть китайские фирмы, которые ориентированы на США, и, понятно, они будут ограничивать свое сотрудничество. Но есть китайские фирмы, прежде всего, ВПК, либо другие фирмы, ориентированы на группу политическую Сидинпина, и они будут использовать обходные механизмы, так как в случае Ирана. И Иран тот же самый, он уже выстроил эти механизмы. В России такая же проблема. Кто-то обходит санкции, Россия получила этот инструмент, но кто-то из-за того, что хранит свои активы, либо сотрудничает с Западом, смотрит туда, как говорится, ищет, сохраняет вкус французской булки, он будет сторожиться. То есть, для Беларуси очень тонко и деликатный момент наступил. Нам надо учиться находить возможности обхода этих санкций, в том числе, для сохранения наших партнеров, потребителей, компаньонов, для их самосохранения. И это новая задача, с которой Беларусь придется справляться. И самое главное, что мы должны это делать быстро. Почему? Потому что переориентация, это деньги, это рабочие места, и насколько мы будем расторопными, от этого зависит, будет ли вот это падение от переформатирования контрактной системы между своими компаниями, потребителями, нашими друзьями в мире, либо мы потеряем из-за этого. Вот самое главное. Вот вы употребили слово компаньон по отношению к странам. Страна компаньон. На ваш взгляд, это уважительное выражение? Я не в отношении страны, я корпорации. Я почему вас спрашиваю? Потому что где-то и в российских средствах массовой информации появляется такое выражение по отношению к Беларуси. Наш компаньон. Раньше употребляли наш союзник, а сейчас видишь такое выражение. А я могу показать здесь, что смотря кто говорит. Если говорят государственные структуры, то они не используют слово компаньон. Компаньон использует в основном вот эти частные либо полу-государственные структуры, которые видят деньги, а не видят людей. Не буду говорить, не буду рекламировать никаких брендов, и мы это просто видим. Классический пример нефть, когда ввели санкции против Новополоцкого НПЗ, и Новополоцкий НПЗ пришлось искать новых партнеров. Почему? Потому что некоторые компании нефтяные, побоявшись, что против них ведут санкции, они решили отказаться от своих обязательств. Давайте говорить вещи своими именами. Это реальность. Это реальность. Почему? Потому что в России нет социализма, вообще государственный сектор не представляет себе сколь большого сектора. Даже те корпорации, которые являются государственными, они управляются не как государственное. Просто пример покажу, что Газпром, корпорация государственного господством капитала, но дивиденды она не выплачивает в полном объеме государству. То есть 52% акций государственных, а дивиденды только 25% от прибыли. На тему санкций пришел такой вопрос, Александр его задает, и вот как он считает, есть успешные примеры противостояния санкциям стран, в том числе таких небольших, как наши. И спрашивает, зачем, почему надо обязательно отвечать на санкции, если можно, ну, как-то, наверное, к ним приспособиться, да, такая мысль. Ну, вот, хотелось бы узнать, знаете ли вы такие успешные примеры противодействия санкциям Запада небольших стран, потому что Иран все-таки большая страна, 80 миллионов, Китай огромная страна. Смотрите, я начну с конца, очень, вот зачем отвечать на санкции, ну, ответ на санкции это не просто, что вот мы хотим показать себя, это как раз контрсанкционная мера, которая направлена на а, недопущение, минимизацию, так сказать, санкционного эффекта, и б, усиление своей переговорной позиции с теми странами, которые ввели санкции. Я вот покажу пример отношения ЕС, да, Беларусь ввела санкции против тех компаний, которые блокировали чемпионат мира по хоккею в Минске. Ответ очень простой, а почему белорусские налогоплательщики должны обеспечивать рынок вот этим компаниям, которые не лояльны к белорусскому государству и обществу. По-моему, справедливый вопрос. Второй момент, это то, что, если они против нас вводят санкции, у нас имеются контрсанкции, либо меры какие-либо, которые минимизируют наши затраты в отношении их, то есть, мы не выплачиваем, например, президент сказал, почему мы должны обеспечивать безопасность литовской границы за наш счет, если Литва ввела против нас такие санкции, и еще больше и больше нагнетает обстановку. Понятно, что, если литовцы такие, литовское руководство такое проницательное, то оно, наверное, должно было бы позаботиться, чтобы у них была собственная пограничная служба. Вот, то есть, это дипломатические, геополитические и экономические эффекты, три главных эффекта. первая часть вопроса связана, какие страны более или менее показали свою возможность борьбы с санкциями. Небольшие страны, да, конечно, у нас примеров не так-то много, но таким, наверное, самым известным примером является остров свободы. да, может, там, в принципе, там стартовые возможности не такие, как у нас были, да, это был Лас-Вегас, США, куда приезжали просто отдыхать, но никакой промышленности ничего не было, просто обслуживали они, когда там революция Фиделя Кастро совершилась, им надо было начинать все с нуля, делать реальный сектор экономики, промышленности, индустрии, но они с этого момента живут под санкциями, и я не скажу, что они живут хуже многих стран из того региона, где они находятся, несмотря на то, что вот та же самая Колумбия, союзница США, является страной, ориентированной на США, никогда ни под какие санкции не подпадала, но там, извиняюсь, недавно были такие протесты, такие беспорядки на этот счет. Вот пример, кубинская медицина, их вакцина, одна из самых лучших считается, и небольшая страна, находящаяся под санкциями, одна из первых сделала эту вакцину, и более того, в качестве гуманитарной помощи, тому же, кстати, Ирану, Вьетнаму, некоторым другим государствам предоставляют эту вакцину. Я думаю, что, ну, и слушатели могли бы продолжить и спорить с вами, и дискутировать, но, к сожалению, мы должны и другие вопросы задать. Да, и вот как раз по санкциям, значит, наши слушатели очень волнуются, все-таки, сможем ли мы устоять при таком сильном санкционном давлении, которое, в общем, пакет за пакетом предъявляет нам санкции. Слушатели наши на эту тему волнуются, и вот вы назвали три важных компонента, которые мы должны на данном этапе, в общем-то, выполнить и мемизировать последствия санкций, обеспечить безопасность, максимально, в общем-то, нам модернизировать экономику, сделать устойчивой нашу всю систему, вертикаль власти. Достаточно ли всего этого? Может, что-то мы не предусмотрели? И вот буквально вопрос от нашего слушателя, который говорит, может быть, все-таки какие-то альтернативные точки зрения мы должны учитывать? Учитываются ли они? Насколько учитываются, я думаю, что учитываются. Почему? Потому что вы проследите наши контрсанкционные меры. Это не огульное вот это охаивание, как говорится, да, всех там запретим, введем и еще. Это точечная качественная работа. Второй момент, вот хороший вопрос, выстоим ли. Это зависит от следующих факторов. качество работы органов государственной власти и компаний, насколько они могут оперативно переориентироваться и выстраивать новые, в том числе, технологические цепочки. К примеру, когда немцы ввели против наших предприятий санкции, часть компонентной базы, нам придется искать в других местах. и слава богу, у нас есть белорусско-китайский индустриальный парк, который, к слову, КМАЗу, компонентную базу выпускает и может нарастить. Это вот момент. Второй момент, это консолидация самого общества. У нас сегодня в этом году год народного единства, и мне кажется, главное в этой связи это понимание белорусского общества, вот именно ситуации и именно помощь самих белорусов через самоорганизацию в том числе в преодолении этого санкционного режима, улучшения качества работы государственных предприятий, частных предприятий, государственно-частное партнерство и прочее, прочее. То есть вот эти два момента. Может, мы все-таки конкретные примеры какие-то могли привести? Ну вот просто в Белорусскале, да, можно каким-то образом логистику перестроить, продумать другие маршруты, но, например, финансовый сектор, в какой мере он зависит? Наши банки могут ли почувствовать, но обычные люди, которые пользуются банковскими услугами и предприятия, которые работают с банками, то, что эти санкции вообще есть? Наши спортивные организации, ведь они тоже в санкциях упоминаются, как это может на их жизнь не отразиться? Начну опять же с последнего спортивной организации, да, это может стоить нам, в принципе, повторение российского опыта, но скоро будет Олимпиада зимняя, насколько я помню, в Китае, и многие эксперты высказывают, что следующим будет Россия, Беларусь, Китай. Выстраивается целая цепь государств, которых дискриминируют по политическому признаку на спортивной арене. И это может привести к развалу Олимпийского движения, как минимум формированию альтернативного вне политического Олимпийского движения. Я это не исключаю. Второй момент банковский сектор. Давайте посмотрим нашу структуру банков. Все-таки большинство банков либо государственные, либо российские. В той либо иной степени единственным западным банком это банк Приор, Райфайзинг Групп. Вот он вопрос как будет действовать. Но насколько я знаю, Запад сам выстраивал так санкции, чтобы Райфайзинг Групп никоим образом не тронуть. Будет опасно, если нас отключат от Свифта. Это будет опасно, но сегодня про это никто не говорит, и я объясню почему. Потому что многие контрагенты, некоммерческие организации, которые являются исполнителями заказов коллективного Запада, они финансируются через эту систему Свифта, просто-напросто они не получат денег. А может быть по другой причине, что если отключить от Свифта, то что дальше? Уже более серьезные меры придумать сложно. Вопрос в том, что если отключить от Свифта, то мы подключены к двум другим системам, к миру российскому и к китайской системе. и это сделает то, что и Россия и Китай усилятся здесь. Все это прекрасно понимают те, кто ведут эту борьбу. Петр, что сейчас происходит на границе? Вы следите за событиями? Есть много границ, смотрите. Понятно, о чем здесь идет речь. Связано это с мигрантами, которые шли в Литву, сейчас они возвращаются назад, вообще, что происходит и что будет дальше. И слушатели это очень волнует. Ваше мнение о всей этой ситуации? Как она может разрешиться? Разрешиться она может при одном условии. В договоренностях литовского руководства с руководством Республики Беларусь. Литовское руководство как бы не хочет это делать, к сожалению. Что у нас мы имеем? Имеем такую ситуацию, что у Литвы только две границы. Небольшой участок границы с Калининградской областью и участок с Республикой Беларусь, которая обеспечивается безопасностью, имеет внешний контур, в отличие от внутренних границ Шенгенской зоны. И, как оказалось, всю эту границу обеспечивает та пограничная служба литовская, которая де-факто не оказалась на месте, когда белорусы сказали, мы вашу границу обеспечивать не будь. Литовцы пошли по очень странному пути, они решили не выполнять свои обязательства в рамках Европейского Союза, я напомню, в 2016 году в рамках общей европейской политики миграционной были приняты конкретные решения, алгоритмы действий, то есть мигрантов задерживают, мигранты пишут определенные заявления на предоставление статуса беженца, это заявление рассматривается, там полугодовой срок, и потом, если он признается беженцем, то идет распределение в рамках Европейского Союза, куда он поедет, или если нет, то отправляется на родину. Литовское руководство фактически отказалось выполнять вот эту функцию, вот эти обязательства, которые были приняты на общеевропейском уровне еще в 16-м году. И они предложили другую схему, внеправовую, то есть а, собрать этих мигрантов лагеря, причем я подчеркну, что эти лагеря находятся вдоль белорусско-литовской границы, где литовское население составляет менее 10%, и уже, например, польское руководство, польские политики высказали протест, сказали, что это момент давления на нелитовское славяноязычное население. Почему они именно вдоль границы сделали? Потому что литовцы выбрали тактику устрашения, то есть надо понимать, как работают миграционные потоки. Это серый, черный, мафиозный бизнес. Люди, я вам скажу честно, не бедные, платят вот этим посредникам деньги, часть из которых это европейские структуры, давайте прямо говорить, и которых перевозят вот так. Когда они приезжают туда, их должны закрывать, а их там устрашают. Для чего? Чтобы не работало сарафанное радио. Когда сарафанное радио работает, что система работает? Петр, все это понятно, но это живые люди. И сейчас лето, если кто-то там в палаточных, в палатках живет, то настанет зима, и это будет гуманитарная катастрофа для Литвы прежде всего. До зимы вопрос можно решить? Нет. Почему его нельзя решить? Потому что литовское руководство уже объявило, что на новые пакеты санкций готовы. Вообще лично у меня складывается впечатление, что если Литва ликвидирует белорусский транзит через Калайпецкий порт, у нас не особо есть смысл держать вообще литовскую границу открытой, даже для транзита. Еще несколько вопросов мы должны успеть проговорить. Тема вакцинации тоже поднималась на этой неделе. Президент послал такой сигнал, что насильно каким-то образом не должны проводить вакцинацию, хотя мы видим, что в мире люди действительно ждали вакцины. Люди стояли в очередях, когда она только стала появляться. И в тех странах, где очень высокий процент вакцинации, конечно, кто хотел, тот уже привился, но каким-то образом стимулирует где-то стимулы и более жесткие, для того, чтобы максимально все население действительно было привито. У нас пока нет таких показателей, чтобы нужно было кого-то заставлять. Действительно, еще не тот уровень вакцинации, и люди не все, кто хотел сделать прививку, он ее еще сделал. Но дальше как будет, потому что несмотря на то, что уже миллиарды вакцин применены в мире, пандемия не остановилась. И она, скорее всего, не будет останавливаться. Коронавирус превратится в такой постоянно вялотекущий по всему миру грипп. Вирус мутирует очень быстро, и такому вирусу вакцинироваться надо раз условно в полгода, в 9 месяцев. Вопрос, почему многие люди боятся вакцинироваться, вопрос работы с населением. Происходит особенно в Европейском Союзе, в некоторых, во Франции, например, в Литве, архаизация сознания. Во-первых, во-вторых, недоверие к государству, как к институту, когда их там принуждают. Принуждать никого не надо, надо объяснять, что это такое, с чем это едят, почему это надо. Почему человек должен быть социально ответственен, прежде всего, а не, как в некоторых странах, вот ты не привился, значит так, из дому не выходи, никуда не иди, даже к врачу на прием, кстати, это вообще нарушение международных обязательств Красного Креста. Да, он не привился, так что, он заболел коронавирусом, его нельзя лечить из-за этого. Еще одна тема, молодежная политика, прошел съезд БРСМ, в общем-то, мы рассматриваем БРСМ как организацию, через которую государство проводит молодежную политику, можно так сказать? И ваше мнение, какой эта молодежная политика будет дальше? На что она опирается? Какие главные ее цели? Я бы даже не хотел бы характеризовать, как функционирует БРСМ, почему? Потому что не работал в этих структурах, не был активистом БРСМ, и мне тяжело говорить извне, но я могу только пожелание сказать. Я хочу, чтобы БРСМ был менее бюрократизированной организацией, а организацией более самостоятельной, проявлял максимальную активность и давал максимальную возможности в реализации молодым людям. БРСМ должен быть не развлекательной организацией для молодежи, он должен быть общественно-политической организацией, готовящей молодежь к активной гражданской политической жизни, чтобы те члены БРСМ, которые оттуда выходят, они понимали свое место, у них была активная жизненная позиция, и они были фактически лидерами мнений хотя бы в своем окружении. Вот что самое главное сегодня. БРСМ должен использовать современные методы, политические методы, не побоюсь словом сказать, идеологические методы для сохранения и развития белорусского именно суверенного гражданского общества. Спасибо. У нашей студии сегодня был политолог Петр Петровский. Актуальный микрофон. Аналитичная программа.